В мае этого года компания Intel представила ряд новых процессоров Devil's Canyon. У них разблокирован множитель, улучшена теплоотдача и повышена частота. В общем, то, что любят энтузиасты. И сегодня мы рассмотрим модель Intel Core i5 4690K. Этот четырехъядерный процессор разработан на платформе LG 1150 и выполнен на доработанной микроархитектуре Haspel Refresh. Работает он на частоте 3,5 ГГц, а в турбо режиме переключается на 3,9 ГГц. У него 6 МБ кэша третьего уровня и есть встроенный видеоадаптер Intel HD Graphics 4600. Процессор поддерживает два канала оперативной памяти частотой 1333 либо 1600 МГц. Потоков всего 4. Технологии Hyperthreading, к сожалению, в этой модели отсутствуют. В принципе, новинка очень похожа на модель годичной давности Core i5 4670K. Только у новичка частота повыше и контроллер питания с термоинтерфейсом получше. Поэтому выглядит он получше предшественника. Да и цена у них особо не отличается. Для тестирования процессора мы подобрали комплектующие, которые помогут вытащить из него максимумы. Это материнская плата Asus Maximus 7 Ranger, SSD оперативная память от Kingston и блок питания Seasonic. Разблокированный множитель означает разгон, а разгон – более серьезное охлаждение. Поэтому боксовый кулер мы отложим, а взамен возьмем Zalman CNPS 9900DF. При работе на заводских частотах и встроенном видеоадаптере в процессор показал хорошие результаты, вполне ожидаемые для Core i5. Встроенная графика прекрасно справляется с офисными приложениями и нетребовательными игрушками. На что-то большее ее, конечно, не хватит. Поэтому в дальнейшем мы используем дискретную видеокарту MSI GeForce 780 GTX Lightning. Тест 3DMark Fire Strike показал, что даже без разгона 4690 спокойно потянет любую игру на максимальных настройках. И, в принципе, он не ошибся. Никаких тормозов. Но самое интересное, конечно, это его разгонный потенциал. На 4,6 ГГц система работала стабильно, на частотах выше запускалась, работала, но при длительной стопроцентной нагрузке сбоила. Грелся он при этом умеренно, а повышение напряжения достичь большего не помогло. Производительность при этом возросла примерно на 15%. По общей оценке он почти догнал Core i7 4770, а в некоторых моментах даже перегнал. FPS тоже вырос незначительно. Правда, процессор и так спокойно вытягивал любую игрушку. Разница в 3-5 FPS не особо важна. Новый процессор Core i5 4690K оказался достойной заменой 4670K. И, хотя его разгонный потенциал не впечатлил, при выборе между моделью прошлого поколения и новинкой, Devil's Canyon однозначно выглядит предпочтительнее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok